МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим об устройстве от компании J-TEC, которое называется ULTEX T80 с баком Cubis Max. Выглядит он таким вот образом, то есть это себе такой трубомод с полноценной платой от компании J-TEC. Но это что касается самой тушки, а вот насчет самого бака здесь у нас установлена не спираль, а такая себе нагревательная пластина сетчатая. И довольно-таки интересная система замена ватты в этом устройстве. Там есть как свои плюсы, так и минусы. Об этом мы сейчас поговорим. Некоторые люди могут спросить, а зачем оно вообще нужно? Ну, блин, есть обычные бокс-моды, уже давно парят на них, тем более здесь всего лишь 80 ватт, один аккумулятор. Да, он тут не встроенный, он тут сменный. Но когда я прихожу в вейп-шоп и просто сижу общаюсь, смотрю, приходят вот люди, новички приходят. И обычно их бокс-мод смущает. Но вот они не хотят все брать коробку, она, говорят, большая, неудобная и все остальное. И смотрят в сторону тех же iJust'ов или подобным девайсам. И вот как раз ULTEX может являться неплохим решением. Так как здесь все-таки стоит полноценная плата, есть небольшой даже экранчик. То есть это, в принципе, полноценный мод только в виде трубы. И вот зачастую платное обучение начинают именно с таких устройств. На них человек или заканчивает, то есть бросает курить и бросает парить, или уже потом переходит дальше и покупает себе какое-то более серьезное устройство. Давайте начнем вообще сначала с самого мода, а потом перейдем к баку. По настройкам данного мода и комбинациям кнопок. Пятикратным нажатием на кнопку пуск мы включаем сам мод. У нас загорается экранчик, появляется информация. Что мы делаем дальше? Если мы нажмем привычно, чтобы зайти в меню, троекратным нажатием на кнопку пуск, то мы заходим в меню переключения режимов. У нас есть ватмод, это обычный вариват. Дальше у нас идет байпас, якобы режим мехмода, но такое. Данный режим, ну вот, работает, да, как бы лучше, чем обычный вариват. То есть, если вы хотите сюда накрутить какую-то дрипочку, да, выдать может больше, чем 80 ватт. Но все равно он смотрит на ваше сопротивление и сам определяет, какую мощность вам сюда подать. Очень такое спорное решение, но в принципе хорошо, что оно здесь есть. Дальше у нас идут настройки термоконтроля на никеле, на титане, на стали и пресеты M1, M2, M3. Дальше, если мы во включенном стене нажмем кнопку пуск и кнопку плюс, зажимаем их, одновременно удерживаем, мы переходим в другую менюшку данного мода. Здесь у нас первым пунктом идет возможность выбрать, что же будет отображаться у вас сейчас на экране. Вольтаж, затяжки или время. То есть, ну, как вам будет удобней. Дальше нарисовано такое себе, наверное, привидение в кружочке. Это включение или выключение стелс режима. В следующем у нас идут такие три волнистые линии. Мы заходим в них и здесь мы можем выставить преднагрев. То есть, power, мы заходим туда и выбираем мощность, на которой вы хотите, чтобы был преднагрев. И тут написано слово, ну, я не знаю, как прочитать его, дура. Как-то так. Здесь стоит off. Если вы включаете дальше, то перелистывайте, то включается там 0,1 секунда. И так вы можете выставить до 2 секунд, сколько же у вас времени будет сам преднагрев. Ну, или обратно на off. И тогда преднагрев выключен. Дальше у нас идет лого. Можно включить, можно выключить. Дальше у нас идет такая себе галочка. Нажимаем на нее. И здесь нам показывается информация о прошивке самого мода. Дальше у нас идет нарисованная батарейка с галочкой. Нажимаем на нее. И здесь у нас показывается вольтаж, насколько же сейчас заряжен ваш аккумулятор в вольтах. Ну, и потом в конце выходит стрелочка. Это мы возвращаемся в основное меню. Если же мы во включенном состоянии зажмем кнопки плюс и минус, то мы просто их заблокируем. Таким же самым образом мы их можем разблокировать. Если же мы в выключенном состоянии этого мода, якобы выключен, зажмем кнопки плюс и минус, то мы перевернем сам экранчик. Кому-то будет удобно, а кому-то нет. Таким же образом возвращаем его обратно. Также еще несомненным плюсом, наверное, вообще компании J-TEC, что свои новые устройства компания J-TEC уже выпускает с работой от 0.05 Ома в режиме варивата. И также, конечно же, байпаса. То есть он поддерживает это. Ура! Наконец-то китайцы осознали, что это довольно-таки безопасно, потому что здесь стоит плата, и она как бы вас защищает от каких-то вещей. От переразряда аккумулятора, перегрева аккумулятора. Но именно когда идет на него повышенная нагрузка, плата выключается и говорит, что все, она горячая, типа давайте подождем. От коротких замыканий и тому подобного. То есть это более безопасно. И можно тут использовать 0.05 Ома. Ура! По самой работе данной платы, как человек, через которого прошло очень много устройств, я бы не сказал, что я прям восхищен этим устройством, именно работой платы. Почему? Потому что она все равно ограничивает меня в мощности. То есть она все равно смотрит мое сопротивление, от нее начинает отталкиваться, от него сопротивление. Вот. И тогда начинает работать. То есть на низком сопротивлении вы все равно не получите прям вот того желаемого, то есть как на мехмоде или на каком-то более продвинутом устройстве. Немного лучше, к примеру, на сопротивлении там 0.08, 0.05. Лучше, чем 80 ватт, который она может выдать в режиме байпаса. Да, выдаст немножко больше, но такое, такие ощущения какие-то. Ну, обычно новички такой не используют, и им хватает того, что может выдать данное устройство. Теперь же давайте перейдем к самому баку Cubis Max. Как вы могли заметить, здесь у нас бак с верхним забором воздуха. С одной стороны, это хорошо, это означает, что не проливайка, и протечь здесь просто почти нечему. Ну, то есть, если вы его положите на бок, при этом всем плохо уложите вату, да, может быть, там какая-то капелька проступит, где-то что-то чуть-чуть, но это очень редкая ситуация. Но и мне лично не очень нравятся баки с верхним забором воздуха. Они хуже передают вкус, ну, как я чувствую. У каждого вкусовые рецепторы разные. Мне лично не нравится. Мне нравится или нижний, или боковой. Но, несмотря на все это, вкус почувствовать здесь жидкости можно. Он не будет мега ярким, он не раскроется полностью. Но, опять же, для кого создано подобное устройство? Для новичков, которые не сильно гонятся за этим всем. И после сигарет для них даже эта вкусопередача покажется маной небесной. Но, говоря об этом баке, что это якобы не проливайка, и вот он вообще не сможет протечь, тут есть такие себе нюансы. Это у нас крышка. Крышка здесь открывается с двигом в сторону, и открывается отверстие для заправки. Да, вроде бы крышка держится неплохо, вроде бы она даже на защелке, но всегда, если выложите его в сумку, есть вероятность, что оно откроется. Бывает все, и у меня подобные вещи случались. Не с этим устройством, но с похожими крышками, которые отодвигаются в сторону. Могу сказать, что это не очень приятно, потому что вся жидкость точно зальет вам всю сумку. Но и в защиту данного бака я могу сказать, что у меня здесь крышка сама по себе не открывалась. Возможно, у меня не были тех ситуаций, возможно, я более аккуратно все это переносил, но вероятность тут такова и имеется. Крышки, которые закручиваются на резьбу, этому не подвержены. Ну, разве что вы ее плохо закрутите, тогда да. Насчет дриптипа, ну, он 510, я думаю, останавливаться здесь не стоит, а вот система нагрева здесь поинтересней. Для того, чтобы до нее добраться, нужно скрутить сам бак и открутить нижнюю крышку, которая здесь прижимает саму вату к самой спирали. Ну, она такой на платформочке удерживается. Мы ее снимаем, и здесь мы видим такую себе пластину. Тянем слегка за коннектор, поднимаем ее, и мы здесь видим сразу же керамическую базу, на которой находится сама ватка, два контакта. Это у нас плюсовой контакт, а минусом служит сам корпус. К ватке мы сейчас еще вернемся, и здесь мы видим саму пластину, которая прикручена двумя винтиками. И, собственно, когда мы нажимаем на кнопку пуск, у нас данная пластина начинает разогреваться, ватка к ней прижата, и начинается испарение жидкости. Система я не могу сказать, что нова. В принципе, это все та же самая сетка. Да и на пластинах уже были атомайзеры, как-то они не очень отличались вкусопередачей от слова совсем. Здесь хотя бы она есть. Но здесь кроются первые минусы. Первое, что прожечь эту спираль, то есть раскалить и убрать с нее нагар. Вы сможете, только убрав ватку с этой платформы, все обратно собрав, не видя, как она разогревается, и разогревать ее на самом моде, потом откручивать и чистить ее. Но, опять же, с другой стороны. Здесь она довольно-таки толстая, и промежутки в этой сеточке довольно-таки большие. Можно ее почистить просто обычной металлической маленькой щеточкой, зубной щеткой старой. То есть, в принципе, очистить ее от нагара очень легко. И прослужит такая сетка довольно-таки долго. Так вышло, что я вот затянул вообще с обзорами и всем остальным, и пользовался этим устройством довольно-таки часто и продолжительное время. И, как вы сами можете видеть, сетки вообще нипочем. А заливал я сюда жидкость и темную, и светлую, и менял вату уже не один раз. Но вечного ничего не существует. Рано или поздно у вас эти сеточки закончатся. Чуть делать дальше, наверняка в Китае они появятся. Заказать их наверняка можно будет. Не знаю, как насчет вейп-шопов, будут ли они их закупать или нет, как оно пойдет, может в крупных городах и можно будет достать. А вот в более мелких, ну, наверняка нет. И ваш выбор только Китай. Но перейдем еще к самой ватке. Да, в комплекте у нас имеются запасные такие уже нарезанные пластиночки ваты, которые вы можете заменить. Что делать после того, как они закончатся? Потому что вату мы меняем более часто. Я могу сказать, что здесь вообще не беда. У меня прямо здесь сейчас уложена ватка из пакета Кенда, который, ну, там вата абсолютно такая хаотичная. Я просто оторвал оттуда кусочек, отрезал примерно по форме прямоугольника, который здесь у нас находится, и уложил ее. То есть, конечно же, пришлось немножко повозиться, когда я это делал в первый раз. То есть, чтобы все было прям аккуратненько, аккуратненько и четенько. Единственный нюанс, когда вы будете здесь таким образом менять вату, постарайтесь ее сделать немножко такую плотненькую. И когда вы ее сюда будете укладывать, то есть, вы уже обрезали как нужно, укладывайте, смочите ее жидкостью, и посмотрите, чтобы ее там было достаточно. То есть, прижмите ее. Ну, надо сделать так, чтобы, когда вы оденете данную часть обратно к самой базе, к самой спирали, чтобы ватка плотно прижималась и равномерно к самой сетке. Тогда будет прям вообще отличный вариант, и проблем у вас с этим не будет. Так что, это такой себе клирик с полуобслуживаемым. Ну как, он вообще полностью обслуживаемым. Но если бы прям в легкую можно было доставать данную сетку, которая является нагревательным элементом здесь. Но и служит она довольно-таки долго, и вату очень легко поменять. Вкус, ну, для новичка будет норм. Некоторые еще могут написать, что это убийца айджастов. Все вот прям топчик номер один. Полноценная плата. Трубомод. Круто. Но, смотрите. Первый айджаст стоит в районе 20. Но это со саму тушку, если там брать с баком, наверное, в районе 30. Я смотрел третий айджаст, именно полной тушкой, полный сбор. Он стоит в районе 51 доллара. Где-то так. Это я говорю про цены в Китае, конечно же, не в магазинах города. Данная же тушка, вот сейчас, которая у меня в руках, стоит 62 доллара. То есть, где-то на десяточку дороже, и здесь нет встроенного аккумулятора. То есть, вам придется еще докупить отдельный аккумулятор. Но тут, как бы, плюс на минус. В айджасте он встроенный. Если что, его нужно там перепаивать, искать подобное. В общем, этим всем заморачиваться. Здесь же сменный. У вас сел аккумулятор, вам не нужно ждать, пока у вас зарядится сам девайс. Вытащили его, вставили новый, и погнали дальше. Плата, конечно же, более сложная, чем в айджасте стоит. Тут уже кому как. Опять же, я считаю, что если вы уже продвинутый парильщик, вам такое устройство не подойдет. А вот новички, я думаю, с охотой обратят внимание на данное устройство. Ну, и конечно же, конечно же, здесь есть USB-порт, через который можно заряжать ваш аккумулятор, который там находится внутри. Также, он используется для перепрошивки данного мода, если у вас что-то вдруг случится. Ну, или выйдет просто новое обновление, и вы захотите его поставить. Ну, и на этом все. Надеюсь, вам было интересно и полезно эта информация. Вы подпишитесь на этот канал, может, сделаете репостик, поставите лайк, напишите ваш комментарий об этом устройстве, или вообще, чем другом, это не важно. Всем удачного, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok